МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Ближайшие 20 минут о самых заметных событиях дня. В эфире новости телекомпании ТВИН, в студии Марина Сергеева, и вот некоторые темы этого выпуска. Состояние дел в детских школах искусств, задолженность горожан перед ресурсоснабжающими организациями, рейды по маршрутным такси. На традиционном аппаратном совещании в администрации Магнитогорска сегодня обсуждались самые актуальные вопросы городской жизни. 150 лет на страже закона в честь юбилея в Магнитогорске чествовали особо отличившихся сотрудников службы судебных приставов. И снова финский джокер Магнитогорский металлург уступил команде «Йокерец», теперь и на домашнем льду. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Состояние дел в детских школах искусств, задолженность горожан перед ресурсоснабжающими организациями, рейды по маршрутному транспорту. Эти вопросы стали главными сегодня на очередном аппаратном совещании в администрации города. Галина Смирнова расскажет подробнее. Александр Логинов, начальник управления культуры городской администрации, представил обширный доклад, характеризующий состояние дел в музыкальных и художественных школах города. Более 3,5 тысяч юных магнитогорцев приобщаются к прекрасному в этих заведениях. Помогают им 423 квалифицированных педагога. Наши талантливые дети участвуют и побеждают в различных конкурсах. Но есть и проблемы. Например, недостаточное количество школ искусств, в частности в Ленинском районе. Так, школа искусств номер 3 до сих пор не имеет крыши над головой. Эту проблему Виталий Бахметьев взял, что называется, на карандаш. Также он поинтересовался, насколько часто используется в магнитогорске дорогостоящий рояль Стейнвей. Оказалось, что в этом году с его участием прошли только 4 концерта. Но, как заверил Александр Логинов, сезон только начинается и перспективы использования ценного инструмента есть. Солидную часть совещания заняло и обсуждение задолженности жителей перед ресурсоснабжающими организациями. Большая задолженность населения составляет задолженность затопления и горячее от оснабжения поставщикам, которым является МПР 300 квалификации. Вот на диаграмме это и показано. 57,8 – это задолженность потребителей перед муниципальным предприятием 300 квалификации. 21,67% – это задолженность населения перед водоканалом. И 23,23% – это задолженность населения перед управляющими организациями. Начальник управления инженерного обеспечения транспорта и связи Виталий Буянкин отчитался об очередном рейде по маршруткам. Несмотря на ужесточение правил, водители продолжают совершать грубые нарушения. Выезжают в рейсы без лицензии, без медицинских и технических осмотров, перевозят пассажиров стоя, высаживают в запрещенных местах и так далее. Как заверил Буянкин, рейды эти дают неплохой профилактический эффект и будут продолжены. Галина Смирнова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВН. Продолжаем программу. На Магнитогорском металлургическом комбинате успешно прошел наблюдательный аудит системы экологического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта. Очередной наблюдательный аудит системы экологического менеджмента, функционирующий на ММК с 2004 года, провели специалисты германской ТУВ «Нордсерт». Программа аудита выполнена в полном объеме. Несоответствий в ходе аудита выявлено не было. По результатам специалисты ТУВ «Нордсерт» выдали рекомендации по улучшению системы и сделали заключение, что система экологического менеджмента обеспечивает снижение и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду производственной деятельности ОАО «ММК». А также соответствует требованиям международного стандарта. Сообщает Управление информации общественных связей ОАО «ММК». Совершенству, как известно, предела нет. Производственные показатели даже самых новых современных объектов ОАО «ММК», таких, например, как «Стан-170», при профессиональном подходе к работе можно улучшить. Рационализаторское движение сортового цеха, возглавляемое Сергеем Покатаевым, полномоченным по рационализации, приносит ощутимый экономический эффект. Только за последний год он составил около 4 миллионов рублей. С талантливым рационализатором познакомилась и наша съемочная группа. Сергей Покатаев работает оператором поста управления «Стана-170» горячей прокатки сортового цеха с 2006 года, с момента пуска этого современного производственного объекта «ММК». «Стан-170» последнего поколения. Оборудование итальянского производства управляется все автоматически, с помощью электронных программ. Основные виды продукции – катанка круглого сечения до 22 миллиметров в диаметре и арматурно-фасонная. Номинальная производительность «Стана» – 765 тысяч тонн продукции в год. Загружен он практически постоянно на 100%. Ежемесячно здесь катают по 54-55 тысяч тонн проволоки. Вопросу рационализации производственных процессов, росту производительности руководство цеха уделяет особое внимание. «Я являюсь уполномоченным по рационализации в сортовом цеху. Стараюсь народ агитировать на это дело. Люди сейчас начали активно участвовать, потому что многие работы были сделаны, но не описаны. Сейчас мы как-то стараемся этот вопрос поднимать». Казалось бы, что можно улучшить в работе современного импортного металлургического оборудования. Но, говорит Сергей Покатаев, изучив весь производственный процесс как свои пять пальцев, можно рационализировать и работу итальянского оборудования. Опыт дорого стоит. Рационализаторские предложения от работников цеха поступают с постоянной периодичностью. «В основном рациональные предложения основываются на разработке новых схем прокатки. То есть мы меняем режимы обжатий, меняем скоростные режимы. Непосредственно с моим участием в соавторстве со мной было поставлено 70 недельного порядка 23 раз предложений. Ну и общий экономический эффект в среднем где-то 4 миллиона составил». В сортовом цехе, как и в других подразделениях ОАО «ММК» работает экспертная комиссия по оценке рационализаторских предложений. Ни одна разработка не остается без внимания руководства цеха. Рационализаторов поощряют в том числе материально. «Мы их поддерживаем всегда. Рационализаторское движение у нас работает и будет работать. Мы не только технологию смотрим, но и охрану труда. Одно из последних предложений – это установка камеры на бунтовязальной машине, чтобы оператор видел, какие процессы там происходят, кто находится в зоне. То есть облегчили труд операторов». Рационализаторское движение приносит ощутимый экономический эффект. Это и уменьшение брака, и рост производительности труда, и самое главное – заинтересованность в результатах своей работы самих металлургов. Александр Бондаренко, Юлия Никифорова, Владимировинский, телекомпания ТВИН. На другим темам в эти дни Российская служба судебных приставов отмечает свое 150-летие. В связи с юбилейной датой состоялось традиционное награждение лучших работников Магнитогорского отделения. Минувшие 2014 и большая часть уходящего 2015 года выдались для служителей закона нелегкими. Обострившаяся экономическая ситуация вызвала всплеск всевозможных финансовых задолженностей и просрочек платежей. В течение прошлого года в работе у приставов в Челябинской области находилось более 2 миллионов исполнительных производств, из которых прекращено и окончено по различным основаниям чуть более 1 миллиона дел на общую сумму почти 49 миллиардов рублей. В результате взыскания налоговых и таможенных платежей в бюджеты различных уровней перечислено 2 миллиарда рублей. По итогам принудительного взыскания сборов, штрафов и госпошлин в государственную казну поступила сумма в размере 800 миллионов рублей, в том числе более 463 миллионов рублей, перечисленных в Пенсионный фонд Российской Федерации. 146 миллионов рублей составили штрафы ГИБДД. Наиболее остро стояла проблема взыскания задолженностей в жилищно-коммунальной сфере. По поступившим на принудительное исполнение документам, судебным приставам удалось взыскать 1 миллиард 600 миллионов рублей в пользу предприятий жилищно-коммунального хозяйства и теплоэнергетического комплекса. Благодаря деятельности судебных приставов 343 южноуральцы обрели утерянное право на жилье. Из них 246 человек – дети-сироты, бывшие воспитанники детских домов и интернатов. По требованиям надзорных органов приостановлена деятельность 105 нарушающих законодательство предприятий и организаций. Все эти добрые дела не остались без награды. За многолетний добросовестный труд и в связи со 150-летием образования службы ряд судебных приставов из Магнитогорска и близлежащих районов были награждены памятными призами и благодарственными грамотами. Состоялось промежуточное подведение итогов городского конкурса на соискании премии имени Бориса Ручьева. Вчера в Центральной городской библиотеке был оглашен список участников, которые прошли отборочный тур и в финале поборются за обладание премией и звание победителя. Литературный конкурс на соискание премии имени Бориса Ручьева проходит в нашем городе уже во второй раз. Организован он для того, чтобы развивать творческий потенциал талантливых литераторов, создавать единое творческое пространство Магнитогорска. В этом году в конкурсе было три номинации – проза, поэзия и «За вклад в культурно-просветительскую деятельность». На последнюю номинацию заявок не было, а вот в первых двух приняли участие 30 человек. Жюри, состоящие из маститых литераторов и искусствоведов города, среди которых такие, как Рима Дышаленкова, Александр Власкин, Владимир Некрасов и другие, в течение полугода отбирали и оценивали присланные на конкурс работы. В результате был составлен список из 12 авторов, которые уже и будут претендовать на получение Ручьевской премии. К слову, сумма премии – 37 тысяч рублей. Я считаю, что в этом конкурсе главное не места призовые, какие-то выплаты денежные и так далее, а самое главное – это поддержание вот этого литературного движения в Магнитогорске, ручьевских традиций. Это ведь прекрасно, когда люди собираются, говорят о литературе, представляют свои произведения. Поэтому для меня решение, допустим, участвовать однозначно было. Это нужно, конечно. Всем, кто занимается, кто не чушит поэзии, рекомендую в следующий раз, через два года, принять участие. В городской администрации была организована пресс-конференция, посвященная благотворительному проекту «Больничные клоуны», который уже третий год реализуется в нашем городе на базе Магнитогорской детской больницы номер 3. Волонтеры посещают детей, находящихся на длительном лечении в стационаре больницы, развлекают их, организовывая всевозможные концерты, мастер-классы, играют с детьми. Движение развивается и требуются новые участники. Благотворительный проект «Больничные клоуны» в Магнитогорске начал действовать в 2012 году. Руководство третьей детской больницы, а главное, сами маленькие пациенты, оценили начинание. Дети с удовольствием принимают участие в развлекательных мероприятиях, организованных волонтерами прямо в отделениях стационара. Общеизвестно, что смех, положительные эмоции, общение сами по себе оказывают лечебное воздействие и, несомненно, скрашивают длительное пребывание детей в больнице. Если говорить о программе «Клоун больничный», надо, кстати, вспомнить, что она разработана на базе Российской детско-клинической больницы. У них очень большой опыт лечения, и у них даже клоуны входят в штат учреждения. Проект расширяется, требуются новые волонтеры. По словам участников начинания, не обязательно, чтобы это были именно клоуны. Маленькие пациенты с удовольствием занимаются изготовлением поделок, рисованием, различными играми. Главное, чтобы потенциальный волонтер любил и умел заниматься с детьми. Могут провести мастер-класс, какой-то урок, открытый это может быть. То есть любая форма арт-терапии. Желающие присоединиться к волонтерскому движению и стать участниками благотворительного проекта «Больничные клоуны» могут обращаться по телефону 20 36 34 или найти в социальной сети ВКонтакте Алексея Шутова. Участники проекта, действующие волонтеры, помогут советам. О культуре. Две воспитанницы детской школы искусств номер один стали лауреатами 48-го международного фестиваля конкурса «Колорит Казани». Организованный при поддержке Министерства культуры России, он собрал творческие коллективы исполнителей со всей федерации, а также из стран СНГ. Строгое жюри этого конкурса было весьма пристрастным. В номинации «Эстрадный вокал», где выступили наши землячки, оценивалось не только качество звучания, но и сценическая культура, умение двигаться на сцене. Одной из самых высоких оценок воспитанниц Магнитогорской школы искусств получили именно вокальные номера. Еще три года назад ни Анжелика Симашкова, ни Карина Островская и представить не могли, что смогут стать лауреатами престижного вокального конкурса. Обе девочки давно мечтают стать врачами, а в школу искусств пришли для общего развития. Одна учится играть на гитаре, другая танцевать. Раскрыть их вокальный талант, к которому ни та, ни другая всерьез не относились, помогла случайная встреча с молодым педагогом Анной Пахомовой. За три года совместной работы Анжелика неоднократно становилась призером различных конкурсов. Копилку побед теперь пополнила и Казань, где также успешно дебютировала и Карина Островская. Очень много работали над вокалом, чтобы составить конкуренцию именитым казанским вокалистам, потому что Казань отличается очень серьезным уровнем вокала. Будь то конкурс в Челябинске или в Санкт-Петербурге, мы каждый раз удивлялись именно казанским исполнителям. Вот девочки, не надо это собрать, что каждый раз это, конечно, феноменальный какой-то всплеск эмоций, когда слышишь именно этих вокалистов. Для выступления в Казани были подготовлены песни современных эстрадных композиторов и авторов 1970-80-х годов, дав возможность девочкам интерпретировать выбранные композиции так, как они хотят, Анна Пахомова на протяжении месяца оттачивала с ними чистоту интонации и сценический образ. Выступление воспитанниц Пахомова и зрители фестиваля «Колорит Казани» отметили громкими аплодисментами. Не осталось долбу и строгое жюри, которое после завершения фестиваля буквально засыпало наших землячек комплиментами. Что выступление было стильным, что выступление было вкусным, на таком жаргонном, можно сказать, языке, что и стиль почувствовали девчонки, и артистизм был на высоком уровне. В общем-то мы приехали очень счастливы. На фестивале Анжелика Симашкова и Карина Островская заняли второе и третье места, уступив таки перенство вокалистке из Казани. Однако эта война еще не проиграна, шутит Анна Пахомова. Казанский фестиваль был отборочным этапом. Финал конкурса будет в Ялте. Так что у девчонок есть еще все шансы попытаться стать победителями. Татьяна Артенко, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Магнитогорский металлург в нынешнем чемпионате КХЛ демонстрирует непривычную статистику. На родном льду команда играет менее удачно, чем в гостях. Кануне подопечный Ильи Воробьеву потерпели пятое домашнее поражение в сезоне. Обидчиком, как и восемь дней назад, стал финский йокерет. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. За последние пару месяцев болельщики уже привыкли, что магнитогорцы долго запрягают. Тем необычнее было наблюдать радующую глаз картину. Стартовый период хозяева провели очень активно, охотно бросали поворотом, навязывали сопернику борьбу. Это был один из лучших дебютных отрезков в исполнении металлурга в нынешнем чемпионате. По тренерской установке первые 10 минут играть очень активно, постараться забить гол, поменять эту тенденцию, то что мы первый период играем очень слабо, выйти и с первых же секунд начать массивное наступление. Эту установку тренеров магнитогорцы выполнили. Пусть и не в первые 10 минут, но уже в начале 12-й они открыли счет. Очень активными в этот вечер были молодые игроки команды, именно им и удалось отличиться. Прессинг в исполнении 20-летнего Дмитрия Арсенюка заставил занервничать опытного Еспера Йенсена и грубо ошибиться. Самому Арсенюку забить не повезло, доделал начатое партнером еще один дебютант КХЛ, 19-летний Артем Железков. Как ни спорили с судьями финны, отменять великолепный трудовой гол не было повода. Я очень рад. Спасибо большое тренерам за доверие. Я буду доказывать, что могу играть. Но была команда все для этого делать. А насчет гола, то все старались, все правильно сыграли, за счет этого мы забили гол. Увы, второй период, как и ранее в Хельсинке, Металлург проиграл. Гости, разозленные перспективой потерпеть третье выездное поражение подряд, сумели заметно прибавить и у хозяев начались серьезные проблемы. Сначала эффектную шайбу забросил бывший игрок магнитогорской команды Юхаматти Алтанин, а чуть позже Йокерет подтвердил реноме лучшей команды сезона по игре в большинстве. Правда, с этим голом Томми Хухтале откровенно повезло. Помог рикошет от конька Оскара Осолы. А вот на экваторе заключительного периода гости реализовали численное преимущество безо всякого везения, лишь благодаря своей настойчивости и мастерству. Матис Олимп сократил шансы Металлурга до минимума. Учиться не делать своих ошибок, что в принципе в этом направлении сейчас вся лига двигается, но мы пока еще свою ошибочку сделаем в игре. Ну и голик нам довольно такой курьезный забили. Наверное, вот это была разница. Вот так было. По работе ребятам претензий нет. Рабочая хорошая игра. Ликвидировать отставание в два гола за 11 минут – задача для Металлурга знакомая и зачастую вполне подъемная. Однако в этот вечер очень некстати не шла игра у первого звена. Ян Коварш все-таки сумел забить, но сделал это не с привычными партнерами. Ассистировал чеху Богдан Потехин. А вот финального штурма не получилось. 2-3. Йокерет стал первой командой, сумевшей выиграть у магнитогорцев обе встречи в сезоне. Следующий матч Металлург проведет дома в субботу, 24 октября, против рижского «Динамо». Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. И это все, о чем успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете на нашем сайте tvdfisin.ru. О самых заметных событиях уходящей семидневки вам расскажет Игорь Гурьянов. Программа «Время местное» Событие недели выйдет в эфир в субботу в 15.35 и в воскресенье в 16.25. Впереди вас ждут полезная и коммерческая информация, а также прогноз погоды на 24 октября. Всего вам доброго и до встречи.